Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Город украшают к Новому году по последнему слову техники. Самарцы смогут погрузиться в дополненную реальность с помощью QR-кодов. Награда за талант. Самарские школьники стали лауреатами именной премии губернатора в номинации «Художественное слово». Сегодня свой день рождения отмечает главный волшебник страны. Учащиеся Самарской музыкальной школы записали для него видеопоздравления. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 19 510. Качество работы муниципалитетов Самарской области, связанной с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, обсудили на оперштабе с участием губернатора Дмитрия Азарова. По словам главы региона, есть аутсайдеры, которым областные власти намерены принимать самые жесткие меры. Подробности в нашем сюжете. Количество заболевших коронавирусом в регионе по-прежнему растет. При этом наблюдается большой разброс числа заболевших на 100 тысяч населения в разных муниципалитетах. Он колеблется от 58 человек в Волжском районе до 1188 в Пестравском. Губернатор Дмитрий Азаров связывает это с плохой работой на местах. Не везде строго контролируются противоэпидемические меры. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Выезжайте в районы, в территории, везите с собой, если вам нужно, от юридических служб, сотрудников, из правоохранительных органов собирайте совещание, добивайтесь результата по муниципалитетам. Докладывайте, кто не реагирует на эти требования, кто не отработывает. Если усиленный контроль муниципалитетов со стороны областных чиновников результатов не принесет, и ситуация с заболевшими снова ухудшится, власти готовы пойти на самые жесткие меры. Вплоть до введения ограничений в отдельных муниципалитетах региона и даже смены глав на постах. В свою очередь, главы городов и сел отчитались, что работа по предупреждению распространения коронавируса ведется. В частности, глава Новокуйбышевска Сергей Марков рассказал, что сотрудники администрации округа совместно с полицией проводят ежедневный мониторинг объектов общепита, торговых центров, а также следят за тем, чтобы болеющие COVID-19 или очищиеся дома соблюдали самоизоляцию. Ограничные проекты массовые мероприятия среди населения, учреждения спорта и культуры работают с 50% загрузкой. У нас всего 8 объектов учреждения культуры и 4 учреждения спорта и финансовыми объектами. Сотрудники ЦССР, совместные зоны ОВД, осуществляют ежедневный контроль соблюдения амбулаторно-инвалидного режима самоизоляции на дому. И сегодня контроль находится 249 заболевших. Губернатор потребовал от глав муниципалитетов ответственности и инициативности, если ситуация на территории требует новых решений. Кроме того, оперативный штаб держит на контроле ситуацию в больнице Середавина. Стоит задача уменьшить время, которое пациенты проводят в приемном отделении, ожидая исследований и госпитализации. С сотрудниками ковидных отделений больницы проведена встреча и детально разобраны все процессы. Впервые в России на территории ковид-госпиталя внедряются принципы бережливого производства. К этой работе готовы подключиться дополнительно специалисты Федерального центра компетенций. Предложить варианты оптимизации и оценить необходимость подключения коллег из Москвы сотрудники регионального центра компетенций должны уже в ближайшее время. Виктория Шарая, События. Большинство жителей Самары в общественном транспорте маски надевают. Это показали в том числе итоги сегодняшнего рейда, который проводил Роспотребнадзор совместно с полицией. Проверили автобусы на въезде в Самару со стороны мехзавода. Вместе с проверяющими в рейд отправился Олег Зверев. Свой нарушитель почти в каждом автобусе. Николай оказался единственным в салоне, кто ехал без маски. По его словам, о мерах по усилению масочного режима он слышал, но не знал, что все настолько серьезно. Сотрудник полиции вежливо попросил на выход, пояснив, в чем нарушение. Николай пообещал, что впредь медицинскую маску будет надевать во время каждой поездки. Ну, забыл одеть просто и все. Я коронавирус не боюсь, поэтому не ношу ее. Ну, больше так не будем. Протокол будет направлен в суд, он и определит меру наказания. Для первого раза можно отделаться предупреждением, дальше по нарастающей. Штраф может составить от 1000 до 30 тысяч рублей. Суров закон, но это закон. Соблюдение масочного режима обязательно. Что мне написать? Как это можно? Что-то писать? С чем я согласен, не согласен? Как? Этот пассажир пожелал остаться неизвестно. Маска у него была, но не на лице, а в кармане. Он почти час консультировался с юристами перед тем, как подписать протокол. В итоге согласился со всеми доводами Роспотребнадзора и полиции. Нарушений со стороны проверяющих не было. Рейды в общественном транспорте проводятся ежедневно. На тропу борьбы с коронавирусом выходят сотрудники Роспотребнадзора, департаменты транспорта, дружинники и полицейские. Организаторы проверок предупреждают. Вы все еще не носите масок? Тогда мы идем к вам. Меры, которые принимаются в Российской Федерации по масочным режимам, жесткими не являются. Они являются своими временными, они являются необходимыми для того, чтобы наши граждане не болели. Для того, чтобы если человек каким-то образом сумел заболеть, он сумел быстро выздороветь и не смог заразить окружающих. Люди стали более дисциплинированы, это радует. Будем надеяться, что все постановления главного государства санитарного врача будут выполняться. Мы нарушили масочный режим, находились без масок. А этот нарушитель оказался несовершеннолетним, с ним проведена разъяснительная работа. Хотя правильнее было бы так, чтобы родители взяли на себя миссию рассказать подростку об опасностях в период пандемии. Олег Зверев, Константин Головин, События. Пять подростков в Октябрьском районе Самары нарушили постановление губернатора о запрете на посещение торговых центров без сопровождения взрослых. В этом районе восемь ТРЦ. В каждом при входе развешены объявления об ограничениях. Но находятся те, кто игнорирует меры безопасности. Хотя в учебных заведениях регулярно проходят профилактические беседы на эту тему, в отношении нарушителей составили протоколы. Вместе с родителями их пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних. На первый раз всем вынесли предупреждение. Если они нарушат постановление губернатора еще раз, то им может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Основная задача не наказать подростков, а объяснить, что режим, он, конечно, неприятный, конечно, он сложный. И сейчас многие находятся на дистанционном обучении. Но это необходимая мера, которой мы должны придерживаться для того, чтобы постановить эпидемию. Мы все видим, как растут цифры статистики. Мы все понимаем, какая нагрузка сейчас сложится на систему здравоохранения. Мы сейчас разговаривали с представителем колледжа. Представитель колледжа дал пояснение, что детям даны рекомендации ходить за продуктом в близлежащий магазин, в шаговой доступности. В общежитиях у них организован досуг. То есть, в принципе, дети в следующий раз, надеемся, больше не пойдут в торговый центр и не будут нарушать законы Самарской области. В Самаре продолжается вакцинация от гриппа. К сегодняшнему дню в регионе сделали прививки более 1 миллиона 200 тысяч человек. Из них 350 тысяч дети. Для того, чтобы снизить распространение заболевания, нужен коллективный иммунитет. Он появляется, когда привиты около 60% населения. Гульфия Сафина продолжит. Самарец Сергей Силаев пришел в поликлинику за справкой в военкомат и заодно решил сделать прививку от гриппа. Благо, резерв вакцин в областных больницах имеется, а прививочная кампания продолжается. Чтобы не болеть регулярно, каждый раз всегда делаю, не жалуюсь, все отлично со здоровьем и всем советую. Этой осенью прививку от гриппа сделали более 1 миллиона 200 тысяч жителей Самарской области. Причем свыше 350 тысяч из них – дети. Медики советуют не отказываться от вакцинации, особенно сейчас, в период обострения респираторных инфекций и пандемии коронавируса. Люди, которые вакцинируются после вакцинации, ковид переносит гораздо легче. И если же они заболевают гриппом, то течение гриппа либо бессимптомное, либо легкое течение. В первую очередь врачи советуют прививаться тем, кто входит в группы риска. Это беременные женщины, дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, призывники, медики, работники транспортных и коммунальных служб, пожилые граждане и пациенты с хроническими заболеваниями. Всего в областные поликлиники за счет федерального бюджета поступило более 1 миллиона 370 тысяч доз совы гриппа. Для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы привилось 60% населения. Вакцинация добровольная и бесплатная. Достаточно предъявить полис ОМС. Бульфия Сафина. События. Объем инвестиций в особую экономическую зону Тольятти в этом году вырос на 75%. Самым дорогим городом для жизни стал Гонконг. А эксперты спрогнозировали, что в первую очередь будут покупать россияне в Черную Пятницу. Подробности в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте. Это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Объем инвестиций в особую экономическую зону Тольятти в этом году уже вырос на 75% и составил 1 миллиард 700 миллионов рублей. За 9 месяцев ОЭЗ перевыполнила годовой план по созданию новых рабочих мест. Резиденты площадки смогли трудоустроить 267 человек, при том, что годовой плановый показатель – 250. Интерес российских и иностранных инвесторов к этой территории не случайен. Помимо уникальных федеральных налоговых преференций, с января у ОЭЗа Тольятти появился официальный статус индустриального парка. Теперь резиденты могут арендовать готовые производственные корпуса. Сегодня на площадке зарегистрировано 26 резидентов из 8 стран. Здесь уже действует 10 производств. Создано почти полторы тысячи рабочих мест. Общий объем инвестиций – 14,5 миллиардов рублей. Гонконг сохранил статус лидера рейтинга самых дорогих для жизни крупных городов. Об этом свидетельствуют данные доклада британских исследователей. При расчете рейтинга они учитывали цены на 138 различных товаров и услуг – от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах. За эталон берется Нью-Йорк. Стоимость жизни в этом городе принимается за 100 баллов. Остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле. В этом году Гонконг разделил первое место с Цюрихом и Парижем. В топ-10 также вошли Сингапур, Тель-Авив, Копенгаген и Лос-Анджелес. Москва на 106 месте. Стоимость жизни в российской столице эксперты оценивают примерно в половину Нью-Йоркской. А тем временем россияне рассказали, какие гаджеты чаще всего покупают в Черную пятницу. Исследования провели аналитики Яндекса, проанализировав данные интернет-магазинов за год. В прошлый раз покупатели были готовы потратить на покупку электроники 12,5 тысяч рублей. Особой популярностью пользовались аудио и видеотехника. В прошлом году за неделю перед Черной пятницей спрос на мобильные телефоны вырос на 43%. Также интересовались умными часами, браслетами и наушниками. В этот раз, по прогнозам экспертов, россияне будут скупать бюджетные смартфоны и подешевевшие модели айфонов, а также ноутбуки. Ведь спрос на них во время самоизоляции значительно вырос. Официальный курс доллара на 19 ноября 75 рублей 93 копейки. Американская валюта потеряла 33 копейки. Евро 90 рублей 23 копейки. Европейская валюта снизилась на 16 копеек. Нефть марки Brent на 16 часов 18 ноября стоит 44 доллара и 59 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Пришли к конструктивному диалогу. Жители домов на улице Шверника обсудили благоустройство своего двора. В ближайшее время там планируют построить детский сад на 132 места, 40 из которых ясельные. Одни выступали за строительство, другие против. После нескольких встреч и выездов на территорию удалось прийти к общему решению. Благоустраивать двор будут комплексно с учетом пожеланий местных жителей. Как прошло очередное обсуждение и каких перемен ждут люди, расскажет Светлана Кудрявцева. Принцип соучаствующего проектирования. Жители двора на улице Шверника, где вскоре может появиться новый детский сад на 132 места, снова встретились с общественниками и представителями власти. В этот раз обсудили предложение местных жителей, какой они сами хотят видеть территорию. Освоение территории данного участка, в том числе с благоустройством, должно все-таки носить комплексно поражение. То есть других вариантов по своей территории, ну просто жители, они их никак не поймут. Напомним, изначально новость о строительстве дошкольного учреждения не все встретили с энтузиазмом. Одни жители посчитали, что оно необходимо, ведь очередь в соседние сады более 800 детей. Другие были против, поскольку хотели увеличить места для парковок и оборудовать зону отдыха. В качестве компромиссного решения на состоявшихся ранее обсуждениях наметили план по благоустройству придомовой территории с учетом строительства дошкольного учреждения. При этом жители заверили, что строительство принесет много позитивных изменений. За счет строительства социального объекта, может быть, так сказать, и кто-то пропустил бы эту тему, да, а здесь она неизбежно касается, значит, получается замена сетей. То есть отсутствие текущих колодцев, отсутствие текущих колодцев, отсутствие матрасов, бетонных плит, так сказать, и так далее. Таких перемен, как оказалось, ждут и сами местные жители. Я обеими руками за строительство этого детского сада, честно скажу, потому что мне надоело вот это вот, честно говоря, вот это там, да, аллея на Красивую, да, ну, рядом с этой аллеей, что творится, вот этот овраг, где там эти шалаши, вот только в прошлом году, по-моему, их не было, да, этих шалаши, так постоянно там, постоянно заросли. Представители городской администрации, Думы и регионального отделения Общероссийского народного фронта записали все пожелания жителей, среди которых детские площадки, парковки, зона отдыха для пожилых и многое другое. Это всегда очень творческий, непростой процесс, но тогда, когда происходит учитывание интереса всех жителей, всех категорий, в конце однозначно уровень удовлетворения от проделанной работы очень высокий. И всегда большое количество пожеланий, благодарностей от жителей, потому что действительно территория получается родной, теплой, очень уютной. Специалисты подготовят новый проект благоустройства территории с учетом предложения местных жителей, поскольку это и есть главный принцип соучаствующего проектирования, вовлечения в процесс планирования всех заинтересованных сторон. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. Уже в ближайшее время воспитанники Центра внешкольной работы «Поезд», которые занимаются по адресу Осипенко, 32А, переедут в новые помещения. Здание на Осипенко планируют вернуть под детский сад на 200 мест. Очередь дошкольного учреждения в этом районе составляет более 300 человек на место, рассказали в городском департаменте образования. Что касается Центра внешкольной работы, то он имеет 15 филиалов в Самаре, в разных районах города. В Октябрьском районе он расположился в здании бывшего детского сада. Сейчас городские власти прорабатывают вопрос распределения детей, занимающихся в поиске, в школы, расположенной неподалеку, чтобы детям не пришлось тратить время на дорогу. В ближайшее время состоится встреча с родителями воспитанников в онлайн-формате. Здание детского сада при возвращении в систему дошкольного образования, конечно, бы помогло родителям, чьи детки до сих пор муниципальные сады посещать не могут. Но это не значит, что права детей Центра поиска будут ущемлены. Чем занимаемся сейчас? Вот администрация непосредственно учреждения дополнительного образования поиска предоставили дислокацию, согласно которой дети целыми коллективами со своими педагогами распределяется на территориях муниципальных образовательных организаций. И сейчас идет проработка. Состоялись встречи педагогов этих коллективов непосредственно с руководителями муниципальных учреждений. И возникают нюансы, которые бы хотелось решить в пользу каждого ребенка. В декабре работники системы дошкольного образования Самарской области получат единовременную денежную выплату в 8 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован для общественной экспертизы. Выплаты необходимы для исполнения указов президента об уровне зарплат работников сферы образования. С их учетом средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных детсадов составит 30 тысяч 689 рублей. На осуществление выплат потребуется 142,5 миллиона рублей из областного бюджета. В Самаре сегодня открылся 13-й Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Традиционно он объединяет кинематографистов и деятелей культуры из России, Грузии, Сербии, Испании, Израиля и других стран. В этот раз из-за сложной эпидемиологической обстановки фестиваль состоится в онлайн формате. Для участия поступило более 300 работ, номинантами стали 80 кинолент. Отмечу, ранее победителем фестиваля «Соль земли» становился телеканал «Самара ГИС». Увидеть фильмы и выступления участников можно на сайте www.solzemlisamara.ru. Доступ будет открыт в любое время с 18 по 21 ноября. Всех участников и зрителей фестиваля поприветствовал глава «Самары» Елена Лапушкина. Мы рады, что уже на протяжении многих лет фестиваль способствует сохранению духовного наследия нашей страны, открывает миру новые таланты. Уверена, что и этот год не станет исключением. И несмотря ни на что, этот список пополнит немало количества новых имен. Я желаю, чтобы 13-й Всероссийский фестиваль «Соль земли» принес всем, кто в нем участвует, множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Вдохновил на новые подвиги и свершения. Успехов в вашей работе и отличного настроения. Одаренным детям региона вручили именную премию губернатора Самарской области. В номинации «Художественное творчество» конкурсная комиссия рассмотрела 95 кандидатов. 15 из них стали лауреатами. Именная премия губернатора Самарской области присуждается детям, которые достигли особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, одержали победу в олимпиадах и состязаниях. На торжественном награждении побывала Ольга Павлова. Будущий студент Академии имени Гнесиных, балалайчник Александр Королев, сегодня вновь лауреат. Молодой человек удостоен именной премии губернатора. До этого музыкант принимал участие в московском конкурсе «Роза ветров» и международном состязании «Созвездие Жигулей». Везде занимал первые места. Нужно упорно трудиться, нужна поддержка, поддерживают родителей. Даже если я не могу сам сесть заниматься, меня заставляет мама. Ей огромное спасибо. Учитель стимулирует меня. Областная премия для одаренных и талантливых детей была учреждена с целью поощрения талантливой молодежи региона для развития у детей спортивных, творческих способностей и научно-исследовательского интереса. В этом году в номинации «Художественное творчество» конкурсная комиссия рассмотрела 95 кандидатов, 15 из которых стали лауреатами премии. Победителям вручили дипломы и денежные призы. Мы отмечаем их работу, их потенциал, их возможности в будущем стать интересными художниками, творцами в различных видах искусства. Ежегодно дипломами награждают 60 человек по номинациям «Художественное творчество», «Любительский спорт», «Социально значимая деятельность» и «Другим». Однако это не единственная мера поддержки одаренных детей региона. Совсем скоро для ребят пройдет традиционный конкурс имени Кабалевского в онлайн-формате. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. Самару начали украшать к Новому году. На деревьях развешивают гирлянды, готовят световые фонтаны. На склоне у площади Славы собирают металлический каркас для одной из самых масштабных светодинамических инсталляций. Когда Самара засияет яркими праздничными огнями, узнала Лариса Шалафаст. Да, здесь все приходится делать руками. Склон площади Славы готовят к новогодним праздникам. Электромонтеры собирают металлический каркас для одной из самых масштабных светодинамических инсталляций города. Вес конструкции – порядка 9 тонн. Детали до места переносили вручную. Тяжелая техника сюда не проедет. На украшение уйдет 4 километра светодиодной ленты. Сейчас отрегулируют посадочное место под ленту, чтобы все было красиво, чтобы перепадов не было. Вот потом будем приезжать, крепить ленту. После прошлого новогоднего сезона все гирлянды удалось сохранить. Качественные, гибкие, они надежно защищены от повреждений и выдерживают самые сильные морозы. Для украшения улиц в этом году закупили более 500 новых гирлянд. Часть из них выполнена с технологией дополненной реальности. Погрузиться в нее будет несложно. Около конструкции установят специальную метку с QR-кодом. Ждут самарцев и другие новинки. Новая консоль, которая устанавливается на Порох, будет на улице Куйбышево, на площади Куйбышево, на Старозагорье, на Авроре. Новая консоль. Потом приобрели новые два светящиеся дерева, которые будут на пешеходной дорожке на Авроре установлены, на новой, которую в этом году отремонтировали. На площади Куйбышев две новые фигуры будут установлены. Все работы по монтажу и иллюминации специалисты должны завершить в течение нескольких недель. Планируется, что праздничными огнями самара засияет в начале декабря. Иллюминацию будут включать и выключать вместе с уличным освещением. В некоторых локациях, с учетом обращений жителей, иллюминация заработает в так называемом режиме ночной фазы – до часа ночи с перерывом до шести утра. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. 18 ноября свой день рождения отмечает главный волшебник страны – Дед Мороз. Считается, что именно в этот день в его вотчине, в Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима. Открытки и письма с поздравлениями Деду Морозу поступают изо всех уголков России. Самара тоже не осталась в стороне. Учащиеся центральной музыкальной школы записали музыкальное видеопоздравление. Как это было, увидела Ольга Павлова. Я хочу поздравить Деда Мороза с днем рождения и пожелать ему крепкого здоровья и хороших новогодних праздников. Сложное произведение финского композитора Яна Сибелиуса юный музыкант освоила за месяц. Роберту Куклину семь и по меркам стандартной музыкальной программы он вундеркинд. Педагоги доверяют мальчику играть непростые сочинения известных композиторов. По программе за пятый и шестой классы поздравить главного волшебника страны Роберт вызвался сам. Юный музыкант уверен, Дед Мороз – поклонник классики. Я думаю, он любит Бетховена, Баха и Шопена. Видеопоздравление Деду Морозу ученики Центральной музыкальной школы Самары записывали, играя на новых инструментах. Рояли, саксофон, кларнет, гитару и аккордеон школа получила в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура». В создании видеоролика приняли участие более ста человек, включая воспитанников музыкальной школы и педсостав. Музыкальный подарок красиво оформили и отправили в качестве поздравительной открытки президенту Деда Мороза «Великий Устюг». Конкурс на лучшее поздравление был объявлен Министерством культуры Самарской области. Мы с удовольствием откликнулись, поскольку много детей, в школе 385 детей, которые верят в Деда Мороза, и, конечно, хотели бы ему в ответ на его подарки отправить музыкальный подарок. И у нас это все, по-моему, получилось легко. Музыкальный видеоподарок включил в себя выступления народного ансамбля и камерного оркестра. Дети сыграли произведения Астра Пьецола, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.